Дагиру Касаву 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 Мы можем передать все. Потому что как же без этого возможно? Но некоторые считают, что язык можно просто так. В русском языке, чем мы понимаем, половина слов тюркских, татарских. О чем они говорят тогда? Что они хотят, матом что ли друг другом разговаривать? Не то, что запретить, ограничивая, изучая тюркские языки, в том числе, если в Татарстане живут, вот вы сказали, обозначили Конституцию. 68-я статья, пожалуйста, позволяет, дает право республикам устанавливать государственные языки. Татарстан – республика. Соответственно, он имеет право, никто не имеет права посягать. И дальнейшем, то, что мы многостанавливаем народу, у нас власть принадлежит народу, все это общие формировки тоже знаем. Ни одна идеология не должна иметь преимущества. Разнообразие идеологий объявляют у нас. При этом мы видим, 29-я статья, все религии равны. У нас больше прав у атеистов, чем у верующих людей. В то же время мы видим, как инкорпорирована русская церковь во власть, устанавливая те правила, которые ей угодны, которыми также управляет из Запада. Какое отношение все это имеет тюркам, татарам? Какая у нас связь? Это же обрывается. И сначала убирают пятую графу, не спрашивая ни о чем в этом паспорте. Теперь уже пытаются ограничить его изучение. Если люди живут там, в Татарстане, русские, нерусские, почему они не должны изучать? Они обязаны это изучать. Если мы детей отдаем сюда, национальных семей, они же изучают русский, даже это не обсуждается. Плюс навязывают какой-то немецкий или английский, как правильно первая выступающая говорила. Но это тоже нормально. Мы не против этого. Мы за знание, потому что знание нас обогащает. Вот с точки зрения истории, если посмотреть, мы понимаем, постоянное искажение прошлого России, вот непризнание, что произошло, каким образом Московия стала центром такого государства, кто сюда принес веру именно татары? Это удивительная история, как будто это можно как-то скрыть. Да, уничтожались беспощадно, сжигались книги, уничтожали людей. И в то же время, конечно, если взять даже распространение ислама, если арабы шли одними, не то что лозунгами, как они наслаждали ислам, в том числе Кавказа, почему Кавказы сопротивлялись, начиная от Дербента, но когда тюрки взяли знамя Огузы, они совершенно по-другому вели себя. Поэтому много веков вся Европа приняла, в большей степени была исламизирована. Они могли, в принципе, весь мир сделать таким, но такого и защищены были все, в том числе православные христиане. Конечно же, языки, за языком мы должны держаться свои. Я полагаю, потому что так же, как этот классик Бродский, я начал с него, что, говоря об этом, он сказал, наиболее здоровой возможностью проявления человеческой души является язык. Если человек в атеистической религии, признается, состоит из тела и души, душа не принадлежит нам, нам его дал Бог, Аллах дал душу. Соответственно, языком мы проявляем свою душу. Вот поэтому, с этой точки зрения, конечно же, проявление души человека, язык, ограничивать никаким образом нельзя. Разограничивать, значит, есть определенная проблема у тех людей, или недопонимания. Таким образом, сделать так. Очень жаль, что некоторые представители татарского народа, обличенные, может быть, в духовный сан, или имеющие должность, в большей степени получающие благо от религии, тоже выступили против. Мне это в большей степени удивляет. Как же это так? Если вы представители народа, вы, более того, презентуете себя как мусульманские лидеры, вы, в первую очередь, имеете доступ к кабинетам кремлевским, властным, они должны были бы, прежде всего, сказать, этого нельзя допускать. Но, к сожалению, это не делается. Это же не делается тогда, когда татар, мусульман сажают тюрьмы. Целый букет законов, я сказал, вот этот язык, использование языка религии, взаимосвязи статьей 282-го, экстремизм, или публичное поддержание, как было дуа, сделанное дуа после джиноза-намаза, приняли как поддержание терроризма. И все промолчали. Все промолчали, все проглотили это. Ну, конечно, один человек для вас, если ничего не стоит, для нас, то какая разница, с нами можно что угодно делать. Почему сегодня Шейх Махмуд находится в верной исламу человек в астрахамской тюрьме? Я не понимаю. И когда я обращаюсь в Европейский суд, и вот позавчера я получил ответ властей Российской Федерации на свою жалобу, они считают, обращение по закону мусульманина в суд является злопотреблением права. Посмотрите, до какой степени дошли. То есть им не интересны мусульмане, которые в рамках права действуют, но более интересно, вот такими бородами, что отпустили, автоматами, тогда легче уничтожать. Понимаете? Без суда и следствия. Но, тем не менее, мы должны знать свой язык. Слава Аллаху, мы знаем и русский язык, знаем другие языки. И, понятное дело, не бояться своего тюркского прошлого. И те идеологии, штампы, которые нам насаждали, типа, пантюркистов, все, что связано тюрками, их верами какими-то, они называют то сектами, если я смотрю, Сулеймандилар, Нурчилар, кто бы ни был, кто несет какой-то пункт ислама, сразу попадает. Вот 2003 год, Хызбутахрир Алисламин, да, это не тюрки. Но столько тюрков сидят в тюрьмах, вы представить себе не можете, а сейчас дело дошло до суда, люди, от 10 лет люди получают сроки за то, что пришли куда-то, поговорить азиаты, тоже здесь, Кипчака, да, тоже тюрки, одна из наших ветвей, их за то, что пришли, они, собираясь здесь на чужбине, хотят общаться друг с другом, изучать свою религию, какая разница, с какого источника, их признают лицами террористами. Поэтому я считаю, Конституция... Можно все-таки поближе к теме нашей, по языкам, понимаете? А я не языке, да? Да. Ясно, хорошо, ну давайте вернемся к языку. Я обратил внимание, правовой посыл, статья 68, пункт 2, Республика, правила, установили государственный язык, органы государственной власти, органы местного управления, государственные учреждения, республики, они употребляются на рейду государственным языком, что и было сделано в Татарстане и в других республиках, везде. Говорю, вы зря разделяете так, я не разделяю. Кроме Карелии, кто мне... Ну да, возможно, где-то я не анализировал по всей России, но Конституция такое право дает. Если возьмем статью, еще одну, например, 13-ю, Российской Федерации признается идеологическое многообразие. Это тоже имеет очень важное значение. Нельзя язык просто оторвать. Вот, например, тоже идеология... Кто-то говорит, наша идеология – ислам. Все, ты попадаешь под статью. Поэтому оборвать, сказать, нам кто может запретить общаться с вами? Мы будем с вами общаться на татарском, тюркском языке. Но то, что государство вмешивается в это и пытается ограничить, и дать язык, который не является таким старым, таким древним, не имеет такие корни, я имею в виду русский язык, который наполовину... Давайте, возвращаясь к этому, для того, чтобы... Историческая справка, когда в древнем Киеве, якобы, когда, где произошло крещение Руси в 998 году, Киев отмечал 1500-летие со дня основания Киева, недавно, уже после независимости. И там крутили такие слова. Вот послушайте, вы татары. Ходай Алдена Бетен Эдем Ачик Олсун. Говорили они. Тысяч, тысяч пятьсот лет назад, полторы... Это каждый человек должен перед Богом предстать открытой душой, о чем мы говорили. Соответственно, тот же, кто писал повесть временных лет, половина которого тюркский язык и татарский язык, или там кумыцкий, другой, это все, понимаете, сокрытие самой истории приводит к такому. Если бы мы все понимали, русские даже этого не знают, если я не могу здесь отличить русского от еврея, или, ну, армян еще могу. Потому что средства массовой информации находятся в руках определенной категории лиц, но не потому, что я хочу национальное подчеркнуть. Но мы не имеем, я не знаю, к какому татарину можно обратиться, татарские источники, даже подавая о судах, когда касается татар, ссылаются на пресс-службу Генпрокуратуры и Следственного комитета. Иногда я звоню, говорю, что с ума сошли, не можете спросить у меня, я его защищаю. Вам не интересно мнение защиты? Поэтому, конечно, проблемы у нас тоже есть. Давайте к этому относиться самокритично. Я думаю, что у нас, конечно, есть великое прошлое, не менее значимое будущее, если будем держаться. Но, однако, уголовный кодекс пишется против нас. Потому что люди уже начинают бояться своей национальности. Приезжая в большие города, они пытаются, вот эта адаптация они называют, быть похожими на тех, кто есть, а здесь нет русских. Вот поэтому, если бы мы четко понимали разницу между Русью, хорошо читали хотя бы Мурада Анжи и Россию, и, соответственно, мы лучше бы знали свое прошлое, своего народа, это, конечно, тогда какую бы должность мы не занимали, мы бы четко придерживались. Если мы не будем уважать себя, нас не будут уважать другие. Поэтому, Аллах буйверси, без кеды, из-биз-ни, тили-биз-ни, зын-дили, о русских, д как-то, а мы, крем-татар eligible, анлай-ма? Мы не говорим. Мы говорим. 20 лет в городе, когда мы живем, у нас есть тело. Мы русский язык не понимаем. Крым и татары тоже понимаем. Понимаете? Харагас, Алтай. Что русского? Потому что наши предки были кочевники. Урал! Урал! Что это такое? Сибирь. Ермак. Ермак. Кар. Зима. Все тюркское прошлое. Они нам навязывают какую-то иезуитскую историю. Чего нету. Мы сыны великого народа прошлого. Мы не шовинисты. Не националисты. Всех принимаем. Давайте хранить свое прошлое. Мы обязаны это сделать в память о тех, которые нам дали нашу кровь, наши гены. Аллах бюрсабадзад. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ В отступлении было эмоциональным. Но какие есть вопросы, все-таки, касающиеся российского законодательства? О языках. Да. Да. Но это потом, да. Мы сейчас это продолжим. Но вот хотелось бы все-таки... У нас же есть закон о языках народа в России. Так? Что он делает? И какие есть предложения, вот, по совершенству народа законодательства? У вас? Законодательство, если это вопрос ко мне, не надо совершенствовать, его надо оставить как есть. Мы не нуждаемся изменения в постоянных. У нас постоянно все меняется. Вот же я привел. Любой закон федеральный, который... Это не совершенствовать надо. Не, надо, подождите. Потому что существующий... Да, это уже мне. Я имею в виду, если конституционная норма, она основная, это же основной закон. Конечно. И соблюдением обеспечения норм является конституционный суд, когда конституционный суд тоже становится ручным, тогда, что бы ты ни менял, когда у нас нет независимого судопроизводства, мы не можем пойти куда-то. В взаимосвязи с этим, Гаяры, есть гражданский кодекс, где 12-я статья говорит, человек сам выбирает способ защиты своих прав. Я выбираю, но куда я пойду? Тот суд, где сидят в мантии непонятно кто. Потому что у нас окуклена судебная система. У нас нет там личностей. Мы не понимаем их вероисповедания. Вот пример маленький, когда 4 года назад в Калининграде запрещали строительство мечети. Татарин, руководитель религиозной организации. Знаете, что сказали в суде? Идите в Самарканд, там строите. Говорят, в Калининграде. Как это так? Татарам, находящимся там, около 40-тысячная умма находится. И этим руководит русская церковь. Когда я говорю, мне говорят, зачем ты это обостряешь? Не я обостряю. Давайте не злопотреблять. Если там есть мусульманская умма, дома Бога строят, они имеют право. Те, которые выступают против этого, проявляют исламофобию, национализм и шовинизм. Поэтому законы у нас, в принципе, неплохие. Но надо, чтобы они соблюдались. Еще большая проблема, чтобы были суды независимые, беспристрастные. Куда можно было прийти, увидеть судей. Скажите, пожалуйста, насколько можно рассчитывать на подключение международного сообщества к проблеме языковой в России? Нет, он выступит, имеется в виду, есть и в законодательном уровне. Понимаете, у нас есть возможность, пройдя российские суды, в течение короткого времени, любым вопросом выйти в Европейский суд по правам человека. В том числе и нарушениями статьи 5. Она эффективна вообще. Она эффективна, но, к сожалению, сейчас как раз таки, исходя из того, что Конституционный суд тоже становится ручным, у нас принят был в прошлом году закон, который дает право Конституционному суду ставит под сомнение решение Европейского суда, хотя это международная норма, не то, что под сомнение, они сами определяют целесообразность его исполнения, насколько она соответствует Конституцией. Это тоже парадокс. Каким образом международные нормы должны соответствовать нашей Конституции, когда в нашей Конституции заложена приоритет международных норм? Я говорю, что, конечно, рамка существующего правового поля мы могли бы защитить национальный язык и все. Я управляю адвокатским бюро. Мы можем, надо быстро проходить российские инстанции, как обычно, мусульмане не верят в это. Или говорят, ну, и, может быть, излишне наши имамы, некоторые говорят, вот, Аллаху али азган, чуда, сабыр лык, это испытание, все будет нормально. Ну, как не защищают? Какое? Надо же действовать, если неправильно толкуют, в том числе, нормы шариата. Если в Коране есть право мусульмане на возмездие, он имеет право на это воспользоваться, на опережающие действия. А нам говорят, не надо, ждите. Если посадил, сидит там, не пиши. Кстати говоря, шейх Махмуд мне в последний раз рассказал, в тюрьме находятся мусульмане, старые волны, видимо, или новые волны. Люди говорят, а что это, пишешь, туда обращаешься. Не надо, вот, Тагутское государство, ничего писать не надо. Понимаете, вот это искажение, которое, нет точной связи между духовенством обычными мусульманами. Кстати, мечети тоже могли бы быть местами пропаганды национального языка и другое. Кто кого-то возмущает, когда ход бы читать на татарском, ну, в Москве, но, тем не менее, какое-то правовое воспитание, в том числе, право защищать себя, люди должны знать. А так, дает возможность, то сроком маленькие. Шесть месяцев надо успеть. А потом нужно знать, опять же, английский язык или французский, чтобы потом продолжить на языке государства.